Итак, всем привет! Меня зовут Александр Беккер и сегодня мы разберем долгожданную тему. Это Passive в немецком языке. Погнали! Итак, для начала разберемся, что же такое пассивный залог. Passive. Так в каждом языке или почти во всех языках есть пассивный залог и активный. Активный – это самые обычные предложения. Например, «Tria-Junga spielt Fußball». Подлежащий у нас мальчик – «Tria-Junga». И этот мальчик совершает действие. Это активный залог. Пассивный же залог – это когда действие совершается над объектом в предложении. И мы, в принципе, либо не знаем, кто это совершает, либо это неважно для смысла. Например, «Das Fußballspiel wird live übertragen». Футбольную игру транслируют в прямом эфире. Неважно, кто транслирует. Главное, что игра транслируется, и она не сама себя транслирует. Это пассивный залог. Теперь же перейдем непосредственно к грамматике. Итак, как строится пассив в немецком языке? Многие почему-то считают, опять же, эту тему сильно, очень сложной, но на самом деле она не представляет собой ничего сложного, если вы владеете всего двумя темами. Если вы правильно умеете спрягать глагол werden – И если вы владеете темой перфект, то есть вы знаете три формы глаголов, в особенности нам нужна третья форма, то есть «махен», «махте», «гемахт» как правильные глаголы, и, допустим, «фавен», «фор», «gefавен» – неправильные глаголы. Вы обязательно должны знать третью форму глагола. Кстати, ролики по этим темам вы можете посмотреть вон там по ссылкам и разобраться или закрыть свои пробелы, если таковые имеются. Итак, чтобы образовать пассив в немецком языке, мы на второе место ставим глагол werden в нужной форме, и на последнее ставим третью форму глагола. Например, Этот компьютер используется не так часто. Компьютер используется кем-то, кем неважно. Пассивный залог. Все по правилу. Еще один пример. «Hier wird eine Kirche gebaut» – «здесь строят церковь». Или «Die Ausstellung wird morgen eröffnet» – «выставка открывается завтра». И здесь есть одна особенность. Дело в том, что все предложения, сказанные в пассиве, или практически все, можно сказать иначе, с помощью местоимения «ман» – неопределенного местоимения, или частицы, его по-разному называют «ман». Давайте возьмем те же самые предложения, которые мы только что составляли, и составим их с помощью «ман». «Dieser компьютер wird nicht so oft benutzt» – «man benutzt diesen компьютер nicht so oft». «Hier wird eine Kirche gebaut» – «man baut hier eine Kirche». «Здесь строится церковь», «здесь строят церковь». Смысл будет один и тот же, примерно. И последний пример. «Die Ausstellung wird morgen eröffnet». «Man eröffnet diese Ausstellung morgen». «Эту выставку откроют завтра». «Выставка открывается завтра». Как видите, в русском языке очень часто можно довольно точно перевести и с помощью «ман» – предложения построенные, и с помощью «пассива». И последнее, что мы сегодня разберем, это «пассив» в прошедшем времени. Как правило, «пассив» строится именно в претеритум, во втором столбике. И мы просто должны глагол «verden» поставить во второй столбик. То есть «Dieser компьютер wird nicht so oft benutzt» – «cерковь строится». «Dieser компьютер wird nicht so oft benutzt» – «cерковь была построена». «Dieser computer wird benutzt» – «дieser computer wird benutzt» – «дieser computer wird früher nicht benutzt» Этот компьютер раньше не использовали. «Dieses Museum wird morgen eröffnet» – «Dieses Museum wird letztes Jahr eröffnet» Этот музей был открыт в прошлом году. Итак, все довольно просто. Мы разобрались с основами темы «пассив» в немецком языке. И у меня для вас есть хорошая новость Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что есть дополнительные материалы, которые вы можете приобрести каждому уроку С одной стороны, объяснение и примеры, с другой стороны, много упражнений на закрепление и ключи, правильные ответы То есть, по сути, это является самоучителем Хорошая новость состоит в том, что я в рекламных целях решил выложить этот урок в пассив в группе ВКонтакте Вы просто можете зайти, скачать и пройти, добить до автоматизма эту тему, чтобы полностью ей овладеть Кроме того, те, кто уже приобретал полный пакет уроков у меня раньше Я вам советую тоже скачать обновленную версию, потому что я здесь немножко ее расширил и пару опечаток исправил Что же касается тех, кто хочет серьезнее и глубже изучить тему пассив Вы можете кликнуть вот здесь по ссылке и перейти на следующий ролик, где мы разбираем более сложные моменты На этом сейчас все, спасибо за просмотр, пока!